Братская гидроэлектростанция считается одной из самых мощных в России. Она вырабатывает огромное количество электрической энергии. Но несмотря на это, природный газ в Братске является серьезным конкурентом электричеству. И в первую очередь из-за роста тарифов на электроэнергию. Газ вдохнет новую жизнь в город. В первую очередь в развитие промышленности. Потому что у нас довольно энергоемкие предприятия. И газ нужен для технологических целей. Ну а также для цели отопления. И первый газ уже поступил в пригород города Братска. Впервые на Братской земле в поселке Зяба заработала газовая котельная. Централизованно от этой котельной получает тепло 89 квартир, школа, детский приют и администрация поселка. Переводится на газ и частный сектор. Ждут природный газ и промышленные предприятия. Газификация этих производств нам нужна. Нужна потому, что это экономически будет выгодно. Во-первых, нужна еще и потому, что это облегчит нашу экологическую обстановку. И мы все вкладываем большие ожидания в эту нитку газопроводов. Это первый этап газификации Братска. Готовится к запуску еще одна котельная в 45-м микрорайоне города. Сейчас идет строительство газопровода-отвода от газораспределительной станции «Газпром-Трансгаз Томск» протяженностью 8 километров. Работы планируется закончить к середине декабря. Эта котельная первая ласточка у нас, да, пробный вариант для обеспечения теплоснабжения поселка Гидростроитель. Администрация города Братска совместно с промышленными предприятиями строит большие планы на использование газа. Одно из приоритетных направлений использование метана в качестве моторного топлива. В перспективе весь муниципальный транспорт Братска будет переведен на газ. Экономическую выгоду видят и таксисты, и лесозаготовители. Компания «Газпром-Трансгаз Томск» уже строит в Братске автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию для удовлетворения спроса на газомоторное топливо. Алексей Дорончев, Евгений Шербаков. Специально для программы «Вести Иркутск».